У тебя депрессии не было, уныния? Ну, по депрессии я тоже посмотрел, как бы... Ну, я знаю механику, как это все работает. Вот, автосервисы работают еще важно. Уметь ремонтировать машины. Это заработок хороший. Вы понимаете с автосервисом, что... Во-первых, у меня нет образования. Во-вторых, я учиться даже не хочу. Это два. Ну, именно... Я не хочу учиться в государственных учреждениях. Мне это не интересно. Ну, как? Учиться все равно надо как-то. А где специальность? Я вот учился. Что-то самостоятельно постигал. Где живет я переплесив. Машины у меня нету. Я на права сдавал. Мама как бы меня записала. Потом оказалось, что что-то там не очень хорошо. В школе меня плохо научили. Я потратил там тысяч 50-70 еще на дополнительное обучение. Вот. Брал дополнительные уроки. Ездить-то я умею. Вот, я понимаете. Сдаю экзамен. Мне там может быть какой-то инструктор просто вставил палки в колеса. Вот. Мне когда еще... Я был там... Один мне спрашивал, сколько ты там зарабатываешь. Вот. Потом он начал на меня там чуть ли не матом орать. Как бы я снил инструктора. Потому что он неадекватно себя вел. Вот. Второй как бы... Невзначай так рассказывал, что один ученик у него там сдавал там чуть ли не три года. Вот. Ну, намерк, я думаю, прозрачный был. Потом как бы задал вопрос, как бы, такого характера можно ли как бы это все приобрести. Училиз этого инструктора. Он говорит, он говорит, сам додумался или кто-то подсказал. Ну, понятно это. Это уровень превосходства этого интеллектуального. Заломил там ценник непонятный. Короче, я отказался. Он там на говно и зашелся. Я пришел сдавать. Как бы он там закатил истерику. Я простоял 6 часов на морозе. Там мороз был минус 30. В итоге у меня температура поднялась. И тот экзамен, как бы, я должен был сдать. У меня там всего лишь, как бы, нужно было выполнить всего лишь одно упражнение. Ну, грубо говоря, повернусь. Потому что все остальное я сделал. А я просто один раз, как бы, или два раза послушал команду инспектора. Я не знаю, что случилось, как бы. Потому что сначала все нормально было, а потом раз, как бы. И я не слышу, что он говорит. То есть, как бы, вроде что-то говорит, а я послушал. Я не заметил знак. Хотя поначалу все нормально было. Вот, как бы, такое у меня бывает. Ну, вот если верующий человек, у него на все объяснение дается. Блокировка от сатаны. Богу это не угодно, чтобы мы были немощные. Мы должны знать, кто нуждается в нашей помощи. Не мы получать от обложения и давать, нежели брать. Ты должен уверить, что Христос умер за тебя. И после этой короткой жизни будет вечность за гробом. Вечность. Где я там буду? Вот с этой позиции сходить надо. А какая цель жизни? Серафим Саровский сказал, стяжание Духа Святого. Цель жизни. А тут нигде у вас же проблеску нету. Там не так, тут не так. Вот это брать кредиты, у нас это намертво запрещено. Никогда. Никогда ни рубля никому не должен. Нет у меня. Я буду на подножном корме жить. Ну а так как я все это могу делать, я в любой день заработаю что-то. Ну сейчас что говорить, когда 83 года. Минимальная пенсия. Так видите, вы одиноки. А у нас-то вот содружество, я вам скину. Мы ничего друг от друга не таим. Мы все рассказываем. Вот у нас, когда идет там занятие, с кем беседуем, у нас все записывается, выставляется в интернет. Мы ничего не теряем от этого. Наоборот, новые души приходят. Как сейчас пишут, что через мои проповеди тысячи людей пришли от дурной жизни к доброй. Стали православными. Ты вот сейчас только кончишь говорить. У тебя с мамой-то какие отношения? Мама тобой довольна? Мама у меня постоянно какие-то претензии выставляет. Постоянно просто. Я прихожу, бывает усталость. А еще тут, знаете, постоянно на телефоне висит, постоянно плачет, там что-то жалуется, понимаешь. Сгружает на меня все проблемы. Я понятия не знаю, не имею. Так, Женя, а мама далека. Позови ее сейчас сюда, я помогу ей. Позови. Ее нету. Нету. Я бы с ней поговорил, чтобы этого не делала так. Вам нужна помощь. Понимаете, я устал, как бы. У меня же работа какая. Ну, я вас очень понимаю. Очень понимаю. Поэтому надо... Не совсем еще. Ну, ты все же подойди к ней, обними ее, поцелуй. Скажи, мама, если я что-то не так делал, прости меня. Я, скажи, снова листа свою жизнь буду писать. Молиться. И все это... Понимаете, про... Так, я слушаю. Пропал у вас это видео. Так, ну, звук есть. А, знаете, проблема в чем? Вот, допустим, я работаю. Ко мне приходят дети. Да, ну, дети мне изначально попадались вообще, вот самые... Которых вот тренера не хотели тянуть, да? Вот самые такие плохие, перспективные, они ко мне приходили. Вот. И первое, как бы, что мне необходимо было делать, это восстановить психику ребенка. Потому что, как бы, если у ребенка что-то не получается, это, по-любому, психосомать какая-то, это проблемы с родителями, проблемы в семье, там, или с окружением. Сначала я работаю здесь, ну, понимаете, одной работы с человеком будет маловато. Я беру в оборот родителей. То есть я через родителей работаю. Потому что если родители не понимают, как правильно делать, у них, как бы, результатов никаких не будет. То есть поработал с родителями, вот с кем не работал, вот у всех почему-то, вот, две какие-то положительные, все начали зарабатывать больше, у детей, соответственно, тоже. А улучшения пошли. Ну, и, соответственно, медали у всех есть, абсолютно. Вот без исключения, как бы, у меня все дети в медалях. Вот. Я не знаю таких тренеров, которых прям 100%. Может, у кого-то есть, но, как бы, я таких, по крайней мере, не знаю. Вот видишь, у тебя, ты работаешь, трудишься, а как ты без бога-то, что это можешь делать? Вот у вас нигде, я вижу, к богу не прислоняетесь. Ни молитвы нету, ничего нету. А поэтому все, это же дети, каждый сам по себе в свой угол тянет. Вам ничего не сделать. Это не шашки передвигать. Это надо с богом. Вот у нас я начальник детского лагеря, утром встаем в 5 утра, дети встают. Но мы пораньше 20 минут. И дальше, утренняя молитва, гимнастика, купание. То есть я знаю все эти методы. Говорят, а где вы это взяли? Я говорю, вот где-то я взял от такой-то страны, от Швеции, вот это там-то. Я ездил в Америке, где там скаутский лагерь, посмотрел. Я говорю, ваших воспитателей к себе даже в ограду не пустил бы. Вот. Потом, допустим, друзья, когда были там тоже, там какие-то у них проблемы постоянные. Вот. И начинаю разгружать, и сгружать. Ага. Я не знаю, я не знаю, где мне порадоваться, где мне отдохнуть вообще. Вот в чем проблема. Я слово проблемы исключил. Я его не произношу перед студентами. преподаватель в университетах, не имея образования. У меня нет гуманитарного и религиозного образования. Нету, я технарь. А мне все время приходится вести занятия в отделах милиции, в воинских частях, три радиопрограммы. Ну, это раньше было. Это все для Бога, и все это бесплатно. И, соответственно, у меня есть вопрос, я не знаю, к кому обратиться. Давай сюда, сейчас все не разрешишь, ты их. Задаю батюшке, батюшке говорит, помолись там, и все, все пройдет. Я вот, меня в Тоскальных церквях в 5, наверное, 4, я прям не помнил. Может, что-то было. Как оно пройдет, если мы молимся, мы Богу доверяемся. И мы должны это воспринимать. Нам дано не только веровать, но и страдать за Бога. Страдать. Страдание – это наш удел. Через страдание мы ощущаемся. А то все пройдет. Что это такое? Что это побегушки, игрушки какие-то? Что пройдет? Ну, какие, как они говорят, какие-то неурядицы, у тебя, тебе же говорят, они будут по-другому, помолись. Нет. Они могут усилиться даже. Как человек только уверовал, Христос покрестился, к нему сразу сатана пристал, и давай его искушать. Он пошел в пустыню. Ну, у меня, короче, была подруга с Украины, она все агитировала, вот. Давай вот фильм про пиво посмотреть. Знаешь, что-то попила. Что, что знать? Ты, как бы, скидывала, почитай писание, вот там тебе Библия, почитай, как бы, начни читать книги эти духовные, вот тебе там пару фильмов, ну, опять же, там, как бы, про религиозных, ну, именно православие. Ну, ну, у меня, как бы, понимаете, у меня проблем-то, если брать в общем-то, у меня проблем вообще никаких нет. То есть, если какие-то были проблемы, сейчас у меня плюс-минус все стабильно, все относительно хорошо. Вот, учебу кое-как закончил, не говорю там, как бы, что там с учебой было. Я не смог поступить даже в свой университет, который я хотел, потому что там двери закрылись, я не смог даже прилететь на самолете, потому что у нас не было самолетов в моем городе, а на такси нужны деньги, там, тысяч шесть, семь надо было в тот момент, чтобы доехать до Москвы. У меня это не получилось. Я, в общем, пришел, подал заявление, как бы, вот выбрал три специальности какие-то, вот такие там, у меня, что там было, с моим техническим образованием, там, университет, это промышленность какая-то, там, теплоэнергетика, а дальше программирование и еще что-то. Вот. Ну и по программированию я пошел. А в чем проблема? Я когда хотел экономику бывать, ну, я хотел, как бы, быть в сфере экономики, там, в сфере бизнеса, ну, мне мама отменила экзамен, в общем. Я ее об этом не просил, и из-за этого, как бы, я поступил, как бы, в университет ГАСУ, это архитектурно-строительное, это был Питер. Через два месяца я ушел, ну, там, два месяца, что, как бы, к нам заваливались, в нашу комнату, и просто Питер. Все два месяца. То есть, несмотря на то, что там, как бы, и в принципе, учеба была сложная, потому что это профильный университет, в принципе, Россия, в сфере строительства. Вот. И там еще и другие факторы были, что мне просто, и поспать было некогда, то есть, или не давали, и если что-то не понимал, то тоже непонятно, что было делать. Как-то вот так. Вот в итоге я подал, как бы, наш университет, которые, ну, переехали в Новый город, то есть, соседний побольше, и я подал университет, как бы, и записался на программист. Да, что там, кое-как там, где-то сами сделал, где-то заплатил, но опять деньги нужно найти, заработать, вот. Ну, и проблемы я все там решил. То есть, ну, университет, как бы, мне еще сказали, как бы, что у вас будет две специальности, на выбор, как бы, потом одну просто убрали, и причем, что на шахматы, куда я хотел, туда нельзя было, что, которое я хотел специальности, нет, тут тоже нельзя было, осталось только то, что, как бы, ну, непонятно, что и непонятно, куда. У меня не было никакого желания, как бы, именно, прямо вот, на этой специальности быть. Так, стоп, подожди. Так, кто? Не ошибся? Нет. Вот это надо накрыть будет, но тут только, по не полоти, гляди, туши летают. Так, у меня голуби выпущены. Ну, сейчас маленько, я буду их загонять уже. Так, Женя, ты желаешь, чтобы помолились? Нет. За кого? Ну, за тебя помолимся. Я не знаю, какой это будет результат. Мне еще, знаете, мама вот постоянно эти, что-то отчитывает, вот, там, на стакане. Женя, я буду говорить, сейчас встанем, на-нагито, перекрестимся, и я буду от себя говорить молитву. Ты когда в конце скажу аминь, если ты согласен, скажи аминь. Аминь, это означает, да будет так. Что мы не надеемся на себя, надеемся на Бога. Так, все. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И благослови Евгения, и дела его устроив, как угодно тебе. Ибо ты наш Господь, умерший за нас, ты пролил свою причистую кровь из-за него. Помоги ему, Господи, примирись с матерью и со всеми. Научи нас жить по слову Твоему. Тебе хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все. Ну, пока на сегодня все. У меня уже тут пришли. С Богом, Женя. Я сейчас скину материалы вам. Посмотрите, там кое-что, песни прослушаешь, только нажать надо будет. А там, когда, какие мои ресурсы, прочитаешь, а потом, как к нам войти в общество, а не отделенное. У меня вопрос один есть. Да. И что, видели уже, нет? У меня к вам один вопрос есть. Давай. Пять вопросов для решения любого. Любого вопроса молитва. Первая молитва. Я остановился на молитву, прошу, Господь, как устроит? Устроит Господь. Я был в самых трудных обстановках, убивали людей, где ко мне пальцем никто не прикоснулся. Вот как Бог делает. У меня... я тоже видел. Посмотри, у меня какой телефон. А я не вижу, вы экран не показываете. Вам не видно? У меня только звук вижу. Только звук есть, а картинки нету. Вы так видите? Вам нужно нажать... Он говорит, что у него только звук, а видео он вас не видит. Да как же так-то не видеть? А что у вас? Почему не видите? Это когда я вижу, что вы меня должны видеть? Вот. У меня только кружочек с вашей аватаркой. Ну, что-то не ладно. Потому что у меня включённое. и видно, вы должны меня обидеть. так, становись на молитву. В этом всё. Связь с Богом. По-человечески это никогда ничто не уйдёт. Каждый думает... Ну, я вам ответил. Это молитва. Связь с Богом. Если я пройдусь, он мне не помогает вообще. Ну, не могу. Веры нету, и кому помогать. Неверующий Богу представляет его лживым. Вот к нам недавно только прилетал человек из Москвы. Вот он летит, а мы молимся за него. Он вернулся в Москву, всё. У нас сфера и сфера и проблему. Я слово проблемы исключаю. Попытаюсь убрать это слово поганое. Нерешённый вопрос. Два слова заменяют его. Хорошо, спасибо. Ну, всё. Мы сейчас начинаем моление уже. Женя, сейчас жди. Я сейчас тебе, наверное, скидываю материал. Всё на этом. Для этого не обязательно, чтобы я... Всё, всё потом. Значит, на завтра отложи. Всё, уже у нас звонки пошли. Он у меня, видишь, как пришли. Это время у меня. Я уже не властен с собой сейчас. Всё, до свидания пока. До свидания. Да, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok